Но в начале 80-х я был немножко другой художник. Я писал маслом картины, и писал я их в форме притчи. Вот эта картина – последняя работа из этой серии. Мы жили в государстве, где идеология зашла в тупик. Это было атеистическое государство, и проблема с духовностью стояла очень остро. И вот желание как-то среагировать, и были посвящены все мои притчи, в том числе и эта. Я ее выставлял в историческом зале в Витебске, затем я ее переписал, выставлял в зале в Минске. И после этого, в общем-то, она нигде не демонстрировалась. Когда я переехал в Масильское усиление, там, где я сейчас нахожусь, на Октябрьском, она не вошла в дверь. Мне пришлось ее снять с подрамника, свернуть в трубу и поставить в угол. И так она стояла 15 лет. По истечении 15 лет я решил посмотреть. Может, она уже погибла, остыпалась, потому что в подвале было сыро, которым была моя мальчиская. Но когда я ее развернул, я увидел, что она в хорошем состоянии. А самое главное, я увидел, что она актуальна и сейчас. Это судьбы людей, это души разные, с разными проблемами, которые стремятся к некому какой-то чистоте духа. Внизу дети. Помните заповедь Христа, когда у нее спросили, каким нам быть? Он сказал, будьте как дети. Поэтому дети здесь не просто, что это вот как дети нашего будущего. Это было бы слишком, только травчато для такой картины. Здесь дети, как духовность, которые поддерживают, относятся с любовью к этим взрослым людям, у которых сложная жизнь. Такая вот среда создана вокруг меня, что абсолютно непонятно, где происходит действие. Вот эта вот как бы таинственность этого происходящего, вот, с моей точки зрения, должна была эту вот церемонию, так сказать, вручение последних цветов в году, как надежду на, наверное, ну, или как акт утешения, очевидно. Вот должен быть происходить как таинство какое-то, как обряд. Я так думал. Ну, сейчас мне сложно сказать, что я думал, создавая эту картину в каких-то деталях 30 лет назад. Художник, как правило, когда он пишет работу, даже такого серьезного плана, глубокого пытается делать, он делает это интуицией. Предложить что-то, как бы, или определить, правильно, нужно найти форму какую-то, которая появлялась. Не так просто. Но, на мой взгляд, вот, на моем мировоззрении, и чем я занимаюсь сейчас в своем творчестве, это, как бы, в кавычках, конечно, визуализация сакрального мира. Нужно приблизить этот мир к нам. Мы должны понять, что Бог создал визуальный мир физический и скрытый. Сразу два мира. Мы только смотрим в визуальный мир. Телескопы на поля, любуемся ими. Этот мир мы считаем, спорим о нем, есть ли он вообще, а может, это выдумка. Так вот, как помню, задача художника на сегодняшний день приблизить этот мир, который от нас скрыт, к жизни человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok